Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о новинках в моей коллекции косметики. Будет очень много крутых штук, будет немножко разочарования, все как обычно. Давайте приступать, все вам детально расскажу. Свою покупку, которую я больше всего ждала, наверное, как маленький ребенок подарка на Новый год, это были пигменты от Tami Tanuka. В одном из комментариев я получила совет от зрительницы, что мне стоит попробовать эти пигменты. И что-то в моем мозгу стрельнуло, и я решила, что да, стоит попробовать. Когда я зашла на ее сайт, я просто обалдела от того, насколько качественно у нее там сделаны фотографии. И каждый просто пигмент настолько сильно вызывает огромное желание просто его попробовать. Но я решила себя немножко ограничить и выбрала 8 пигментов. Стоят они, в принципе, совершенно недорого. И вот такой вот баночки, по сути, ну, я думаю, достаточно надолго хватит. Тем более там в основном такие пигменты очень интересные, какие-то необычные, поэтому вряд ли вы будете прям повседневный макияж с ними делать. Но я взяла также несколько вариантов именно для повседневного макияжа. Что касается того, понравились они мне или не понравились, здесь все зависит от конкретного пигмента. У меня есть абсолютный просто бешеный фаворит. Это пигмент, который вы сейчас можете видеть у меня на подвижном веке. Называется он дух стрекозиной запруды. Это настолько уникальный, настолько красивенный цвет, что мне сложно даже передать. Это такой вот розовый, который переливается фиолетовым, который переливается синим, немножко зеленым. Короче говоря, безумная просто радуга цветов в нем. Очень-очень уникальный пигмент. Если вы ищете что-то действительно яркое и уникальное, вот это 100% может быть ваш выбор. Еще 4 пигмента мне тоже очень сильно понравились. Среди них, наверное, близкий к предыдущему, это собирательница душ. Это зеленый пигмент, это зеленый именно такой конкретно шиммерный пигмент с золотым, наверное, переливом. Тоже очень круто выглядит. В принципе, если использовать с какой-то базы, именно хорошо его наслаивать, вообще очень круто получается. Потом тоже мне понравилось еще 3 пигмента Боевой Мак. Боевой Мак тоже это уникальный цвет. Просто ничего прям супер уникального по текстуре, но цвет очень интересный. Это такой вот с одной стороны вроде как лавандовый цвет, с другой стороны что-то есть от серо-коричневого. То есть вот такие вот переливы какие-то уникальные, в общем-то, тоже. Вот что мне нравится конкретно в пигментах Тами Танука, это вот уникальность. У нее есть такие цвета, которые, ну вот просто нигде больше не найдешь. И 2 варианта, которые реально очень классно для повседневного макияжа, для какого-то нежного макияжа, типа свадебного. Убаюкивающая Мать, тоже очень красивый пигмент. Это такой бежево-розоватый. Если его сильнее наносить, то тогда получается больше вот этого розового выстреливает. Если совсем легко, вот такой вот как нежная вуаль бежево-розовенькая получается. И еще мне понравилось Говорящая с кленом. Это именно такой классический бежевый такой оттенок шампанского. Очень симпатичный действительно оттенок, но очень такой вот ненавязчивый. Есть еще 2 пигмента, которые, ну скажем так, не вызвали у меня прям такую бурю эмоций. То есть если бы я знала, что они окажутся именно такими, какими они оказались, я бы может быть какие-то другие попробовала. Первая жрица красной луны. Я ее выбрала, потому что мне на сайте это показалось похожим на оттенок розового золота. На самом деле это скорее, знаете, такая красный металлик, вот такой вот какой-то красно-желтый металлик. Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Вот во внутренних уголках глаз у меня сейчас этот оттенок. Неплохой, но вот что-то как-то вот мне он понравился, но я в него не влюбилась. Вот так вот я, наверное, бы его описала. И еще тоже один пигмент ледяной призрак называется. То же самое эмоции, такие же. Очень симпатично выглядит в баночке. Это голубой, холодный, с какими-то такими серебряными блесточками. Может быть немножко розоватого в нем есть перелива. Красивый, но как бы не то, что прям вау-вау-вау. И единственный, который мне вообще не понравился, это рожденная в крокусах. И конкретно этот цвет я на сайте, когда его выбирала, я сразу подумала, о, вот этот 100% надо взять, потому что на сайте он очень красиво выглядит. Но в живую получается, что здесь основа, это достаточно такой меловой, розово-лиловый какой-то оттенок. Вот такой вот. И я не знаю, в чем конкретно проблема, но если его как-то по-особому растереть, вот прям реально растереть. В нем простреливает вот этот вот зеленый перелив, такой вот красивый, из-за чего я его взяла, потому что это именно такой цвет, тоже уникальный как бы. Он вроде как лилово-розовый и с переливом вот этим зеленым должен быть. Но этот перелив настолько сложно достать. И как-то бывает, когда его наносишь, тоже в одних местах это сугубо такой пыльный, просто розовый, и причем даже не очень такой, как качественно он ложится, а где-то в одном месте опа и выстреливает этот перелив. В общем-то я, может, пока еще не научилась его точно правильно наносить, чтобы вот именно вытянуть из него этот зеленый. Может, еще поиграюсь и как бы что-то придумаю. И что я сразу поняла, что нужно купить для того, чтобы с этими пигментами работать, это Duraline от Inglot. У меня этого средства никогда не было, но я о нем знала. Но, в принципе, из-за того, что я не очень люблю пигменты, из-за того, что все-таки они рассыпчатые, с ними надо играться, к ним надо покупать вот такие вот всякие штуки, как-то не особо, в общем-то, я ими увлекалась, поэтому решила, что Duraline мне особо и не нужен. Но после того, как я купила эти пигменты, я поняла, что надо все-таки купить Duraline, точно не повредит. И с Duraline реально эти пигменты, ну, просто сразу на новый уровень выходят, намного круче начинают выглядеть. И опять-таки то, что вы видите сейчас у меня на веки, это с помощью Duraline тоже я наносила. Еще одну штуку хочу вам показать. И это просто красота неописуемая. Я когда увидела это на сайте, я вам честно скажу, я сидела и просто слюни у меня текли, я смотрела на эту фотографию, и вы знаете, я как под гипнозом сидела, смотрела в монитор с такими вот глазами вообще. О чем я говорю? Я говорю конкретно о палетке Sleek, это палетка хайлайтеров. Называется она Солстис, название они такое придумали, ни в жизни не выговоришь. Солстис, наверное. Короче говоря, выглядит это все чудо вот так, наверное, вам покажу. Вот так он будет лучше всего, наверное, видно. Давайте, наверное, возьмем паузу и просто оценим всю красоту вот этой палетки. Я не знаю, она мне не давала спокойно жить, ну, не знаю, с неделю, наверное, точно. Я посмотрела на сайте, думаю, да не, ну зачем мне это заказывать? И так у меня хайлайтеров достаточно, я ими довольна, не буду заказывать. И я, вот не поверите, я каждый день про нее думала. Я каждый день про нее думала. Ну, не может быть настолько красивая эта палетка. Наверняка она вот как бы по качеству плохая. Начала искать свочи. Свочи мне тоже очень понравились. И я думаю, ну все, ну что я так мучаюсь неделю из-за какой-то несчастной палетки. Короче, я ее заказала, естественно. Я вообще вот просто ни на грамм не жалею, что я ее заказала. Безумно мне просто понравилась эта палетка. Вот сейчас вот на мне вот этот хайлайт, это вот этот вот лавандовый цвет. Кстати, я не знаю почему, вы видите, меня потянуло на какие-то такие розово-лавандовые цвета. Я пигментов набрала кучу в таких тонах. Ну, если вы любите именно такой конкретный хайлайт, то вот это вот ваш вариант. Если вы любите что-то такое очень деликатное, очень такое нежное и изящное, то это, конечно, вообще не ваш вариант. Потому что это трендовая вещь. Слик создали эту палетку конкретно, чтобы попасть в этот весь тренд сияния и такого бешеного сияния. И, да, они, в общем-то, попали, мне кажется, в точку. Из чего она, собственно, состоит? Она состоит из одного кремового хайлайтера. Один здесь сухой хайлайтер и два запеченных хайлайтера вот эти вот. Запеченный это просто такой хайлайтер, который такой взрыв делает на вашем лице. Ну, в общем-то, я думаю, что мне рассказывать, все и так прекрасно видно. То есть, насколько металлический и сильный оттенок хайлайта здесь получается. Если вы хотите что-то чуть попроще, поспокойней, то надо, наверное, вот этот вот брать. Вот этот, который сухой, он самый деликатный из палетки. Но нельзя сказать, что он именно деликатный, да, он самый деликатный из всех просто. И кремовый тоже безумный просто, безумно классный. Если этот создает именно металлический блеск, то кремовый создает влажное сияние. Что-то подобное делает Elf Shimmering Facial Whip. Но, имея все вот в этой замечательной одной палетке, это вообще огромное мое счастье. Я всем советую, кто любит хайлайтеры. Еще одну штуку вам покажу. Если вы смотрите зарубежный YouTube, вас это сейчас вообще не удивит. Это бальзам после бритья от Nivea для мужчин. Если вы не смотрите зарубежный YouTube, а в частности вы не смотрите канал Niki Tutorials, которая начала вот этот вот бешеный тренд, то вы наверняка не знаете, что сейчас просто бешено модно использовать бальзам после бритья в плане праймера под макияж. Короче говоря, я долго сопротивлялась этому тренду, но когда просто все самые гуру-гуру-гуру начинают это использовать и говорить, что это работает, я тоже решила его купить и попробовать. Что я еще купила? Это были новые помадки для бровей. Я взяла два варианта. Сейчас они, кстати, появились на Beauty Joint, чему я безумно рада, потому что долгое время их там все никак не могли завести. И, кстати, покупая через Simplum, вы получаете 20% скидки на любые ваши заказы с Beauty Joint, поэтому кому интересно, можете переходить там по ссылке внизу. Ну, короче говоря, я взяла себе помадку для бровей от Mix, которая называется Tame & Frame. Оттенок у меня Blonde. Это оттенок очень холодный, блондинистый, и сейчас брови у меня оформлены именно конкретно этой помадкой. И сразу, наверное, покажу вторую. Вторую я взяла от Elf, это Lock on Liner & Brow Cream. По виду это помадка более теплого оттенка, даже не то чтобы теплого, а скорее такого, знаете, нейтрального оттенка. Выглядит вот так вот. Что касается того, какая мне помадка понравилась больше, то, наверное, все-таки, на мое удивление, мне Elf больше нравится. Почему? Потому что Elf, она более насыщенная. Помадки для бровей все-таки это такая штука, которая, ну, не просто для легкого, да, какого-то заполнения бровей придуманная. Это все-таки штука, которая должна, хоть и мягко, но делать какую-то коррекцию бровей. И NYX это очень деликатный вариант. То есть вот то, что я оформила, это я вот очень много так слоев наносила и прочесывала, потом еще там где-то наносила, прочесывала. Ну, короче говоря, мне нравится финальный результат, который у меня получился, но я все-таки думала, как-то немножко понасыщеннее будет оттенок. Что касается Elf, то здесь оттенок очень насыщенный, то есть можно сделать вообще такие очень четко прорисованные брови, можно сделать что-то более легкое, если вычесать вот это излишки. В общем-то здесь у вас есть как бы варианты для экспериментов. Что касается NYX, то с этим там сложнее. Теперь переходим в категорию губ. Тоже закупилась я в последнее время, довольно много всего купила. Первое это был карандаш для губ от Faberlic серия Secret Touch Lip Liner оттенок 43.29. Это механический карандаш, очень мне понравился. Вот вся вот эта линейка Secret, которая, она какая-то, я не знаю, особая. Они как-то над ней, наверное, больше старались или я не знаю, в чем конкретно дело. Может какие-то ингредиенты там используются в составе особые. Но в общем-то все, что я не пробую из этой линейки, мне все нравится. И конкретно этот оттенок тоже очень классный. Это оттенок такой вот немножко более яркий, чем пыльная роза. Вот так вот. То есть не такой уже совсем приглушенный розовый, а такой немножко более яркий, на ступенечку ярче. Еще что я купила, это я пополнила свою коллекцию матовых жидких помад от LA Girl. У меня их уже, не знаю, ну штучек 6, наверное, точно есть. Это уже, наверное, седьмая. На этот раз я купила оттенок Rebel. По своему виду это конкретный такой вот сливовый оттенок. Мне безумно он понравился в тюбике. Безумно он мне понравился на свотче. Но на губах он какой-то немножко другой. Он становится такой сливово-коричневым, что ли. Такой более как запеченная слива. Какой-то вот такой вот вариант получается. Я постараюсь вам сделать какой-то макияж в ближайшее время и продемонстрировать эту помаду. И еще накупила я довольно много помад Giordano. Это матовая серия. По-моему они так и называются. Matte Lipstick. Я их купила целых 10 штук. Вот. Вот они у меня. Все мое богатство здесь. Почему сразу так много накупила? Потому что я заметила, что в последнее время очень много поступает заказов на эти помады. Я так подозреваю, что кто-то из блогеров наверное их разведал и разрекламировал, скажем так. Из-за чего сейчас пошла такая волна заказов на эти помады. Ну я решила чем я хуже, тоже хочу попробовать. Я взяла их сразу огромное количество, 10 штук. Потому что стоят они дешево, как картошка. Поэтому можно накупить и 10, и 20, и в общем там всю коллекцию выкупить. Пока я попробовала, ну как бы я посвотчила естественно все. Что касается того, что я носила на губах, то я носила всего несколько оттенков пока еще. Но сразу могу сказать, что это не матовая помада, вот как вот эта. Потому что вот эта, это реально матовая. Вот матовая по-другому не скажешь. Плюс она стойкая, она не отпечатывается, то есть она высыхает на губах, она полностью матовая. Вы ни одного блика там не увидите. Вот эта, это скорее кремово-матовая. То есть они такие, ну вот кремовые. Я по-другому их назвать не могу. Да, может быть они настолько блестящие на губах, чтобы именно назвать их полноценно кремовыми. Ну они вот практически там. И что касается оттенков, то здесь опять-таки раз на раз не приходится. То есть какие-то помады мне понравились больше. То есть у них хороший пигмент, они хорошо ложатся, они хорошо смотрятся. А какие-то были вообще отвратительные, ложились кусками. Какая-то, я не помню какая, по-моему это был оттенок нюд. Да, это была нюдовая помада, ее вообще не видно было на моих губах. Я ее вот так вот просто елозила, не знаю, слоев 20 пыталась нанести. Ну не видно ее и все, как бы ничего я здесь не могу сделать. Оттенок Pink Passion, вот это мне очень понравилось. То есть это именно такая классическая розовая помада. Не очень яркая, не очень бледная, очень красивая. Здесь также я и набрала очень яркие такие варианты по типу как Matte Red. Это классическая красная помада, тоже пигментация у нее хорошая. Взяла тоже еще на пробу всякие такие там странные оттенки по типу Eggplant. Ну в общем-то буду тестировать. Я думаю, может сделать отдельное видео с тем, как это все выглядит у меня на губах, с полноценными свотчами. Потому что помад я действительно купила очень много. И как я понимаю, сейчас это какой-то такой немножко трендовый продукт. Поэтому я думаю, сделаю отдельное видео, все вам покажу и на губах, и в свотчах, и какие-то сравнения, рекомендации. В общем-то как-то так. И эти помады, это было последнее, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Все мои последние покупки мы с вами разобрали. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Если есть какие-то рекомендации, тоже оставляйте обязательно в комментариях. Потому что я черпаю огромное просто вдохновение из того, что вы мне советуете. Поэтому не ленитесь, пишите там внизу. В описании будут все ссылки того, о чем я говорила. Также не забудьте поставить палец вверх, подпишитесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! И вдохновением для создания этого рецепта послужили разные азиатские супчики, которые я обожаю заказывать в разных японских ресторанах. Хочу тоже немножко рассказать вам предыстории касаемо этой техники. На самом деле, как и достаточно много трендов в последнее время, эта техника пришла к нам от DIV Travesty Show.